Там весьма серьезная борьба была за должность главы. Были очень жесткие схватки. Об истории здесь рассказывают сами дома. Квартал близ Царского моста один из старейших в городе. Он видел не только революцию, но даже царскую Россию. Есть легенда, что здесь останавливался Александр I. Император сделал здесь остановку. Это была остановка для перемены платья. Тем не менее, разумеется, состоялась беседа, общение с хозяином дома. Император был весьма и весьма благослонен. Пожаловал Икею Меркуриевичу перстень. Эта остановка и подарила мосту название «Царский». Красивые легенды теперь рассказывают участникам одноименного фестиваля. Для них водят экскурсии по усадьбам первых городских купцов. Правда, большинство из них уже разрушено или изменено до неузнаваемости. А вот мост, построенный еще в 1895 году, чудом сохранил свой первозданный вид. Мы все-таки очень надеемся, что рано или поздно наш город, как я уже говорил, к цивилизованному пути развития в этом отношении повернет и действительно перестанут уничтожаться те, по сути, уже крохи нашей живой такой зримой истории, которые до нашего времени дошли. Участники движения стараются напомнить горожанам об истории. И по крупицам в архивах собирают информацию об архитектуре. Они уверены – это душа города. Надо сохранить эту часть города хотя бы, какую-то оставить память людям, нашим детям, как говорится, что Екатеринбург – это действительно 300-летний город, а не какой-то бетон на коробке, напичканная территория. Причем активисты стараются не только сохранить, но и приумножить. Однажды даже попытались восстановить уничтоженный сад купца Нурова. Здесь посадили два десятка кустов сирени и множество цветочных клумб. А вскоре планируют организовать площадку для проведения различных мероприятий. Изначально эта территория по кадастру никому не принадлежит, ни городу, ни этому зданию, ни реке. То есть здесь изначально была помойка, так и скажем. То есть мы просто с нуля заросшую территорию расчищали в прошлом году. И, соответственно, дальше мы только продолжаем ее благоустраивать, делать лучше силами горожан. Последняя точка экскурсии – выставка картин, посвященных Старму Екатеринбургу. Историки надеются, что сохранить исторический облик удастся не только на холсте, но и на его. Дмитрий Изгагин, Роман Сумин и Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.